Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня снимаю такое видео, видео по чистке никелевых копанных монет. И буду для этого использовать специальное средство фирмы Shine Coins, средство для чистки копанных никелевых монет. У меня на канале уже есть серия видео по чистке монет, и там мы испытывали средства для чистки серебра и средства для чистки меди. Поэтому, если кому-то интересно, переходите по ссылочкам в описании под видео и смотрите. Прежде всего изучаем инструкцию по применению. Здесь написано надеть перчатки, часть раствора налить в стеклянную или пластиковый сосуд, опустить монету от одной минуты в зависимости от загрязнения. Чтобы все понятно. Аккуратненько наливаем жидкость. Специально взял две монетки. Одна, как видите, еще ни разу не чистилась. А вот эта монетка вываривалась в соде. И, как видите, на ней остались черные наросты. Поэтому посмотрим, как средство очищает эти черные загрязнения. И полностью копанную монетку посмотрим, как очистит. И будем смотреть за процессом. Не забудьте закрыть и проверить, что бутылек закрыт. Его не зацепить нечаянной рукой и не перевернуть. Смотрите, прошло буквально 30 секунд. И вот этот черный налет очень быстро и заметно стал отходить с монеты. Еще раз повторюсь, монетка до этого чистилась и вываривалась в соде, и в мыло кидал, что только с ней не делал. Ну, пока что довольно неплохо работает данное средство. Из грязной монетки смотрите, как пошла чернота в разные стороны. Запаха пока никакого не ощущаю. Ну, вот палочкой немножко тру. Чернота эта сходит. Перевернем монетку. Да, довольно заметно сразу, как сходит вот эта вся грязь, налет с монет. Мне больше интересно посмотреть, как очистится данная монетка. С этой-то понятно, что здесь вот эти наросты довольно серьезные. Но если слезут и они, то... Главное, чтобы монетка не пошла рыцинками, как после чистки соли и уксуса. Сода и уксус как бы хорошо очищают, но монета остается вся в таких мелких рыцинках, как мелкая-мелкая наждачка. Пусть постоит минутку, посмотрим. Прошла еще одна минута. Все делаю по времени, засекаю и смотрим. Чернота, если ее так вот немножко царапать деревянными палочками, постепенно отходит. отходит. И с этой монеты вот видно, как сходит черное такое облачко и сходит грязь. Сейчас возьму ее и попробую пойти промыть и почистить щеточкой. Посмотрим, как она очистится. Промыл монетку. Монетка очистилась, но не до конца. Еще закину и немножко подержу ее. Но отмылась довольно неплохо и вся вот эта вот грязь, весь налет с нее практически сошел. А мы продолжим заниматься щитовичком. вот вся чернота с него практически слезла. Тоже можно идти пробовать протирать его щеткой. Где-то в общей сложности этот щитовичок со своими черными такими точками загрязнениями отлежал минут шесть в растворе. Подержал еще примерно минуту. Сейчас пойдем промоем все холодной водой. Промыл, друзья, монетки, протер их содой, хорошенько промыл холодной проточной водой и посмотрите, что у нас получилось. Средство со своей задачей справилось. Монеты очистило и очистило довольно неплохо. Щитовичок у нас изначально уже был убитый. Поеден вот этими рытвинками. Я думаю, если еще пару минут подержать монету в растворе, то все эти рытвины очистились. Но смысла уже очищать эту монету особо нет. Она и так, как видите, убитая. А вот 10 копеек 46-го года очистилось и довольно неплохо. Конечно, немножко есть такая вот шероховатая поверхность, но когда мы чистим солью с уксусом, вот эта шероховатая поверхность, она еще сильней остается. А вот после этого средства не особо шершавая. Мне данным средством намного больше понравилось чистить никелевые монеты. Средство справилось со своей задачей, ставим ему 5 баллов. Ну, а вам, друзья, уже судить самим, приобретать его или не приобретать, или чистить своими подручными способами. Кстати, если вас не затруднит, можете поделиться, как чистите никелевые монеты вы. И, если вам интересно, переходите по ссылочкам в описании и смотрите, как и чем я чистил серебряные монеты и медные. На этом видео буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...